Добрый день коллеги, разрешите представиться, Гончаров Вячеслав Владимирович, учитель здоровья России 2019 года, выиграл я Республику Акасию и я являюсь победителем всероссийского конкурса в номинации за волю к победе. Кстати, на самом деле мы хорошим делом занимаемся, но многие совершают основную ошибку, когда готовят материалы на выступление, они акцентируют свое внимание именно на здоровье сбережения, это большая ошибка, это также озвучивалось на конкурсе. Я так буду немножко сумбурно, меня недавно совсем пригласили, буквально час назад, но будет небольшое сумбурное такое выступление, но самое важное, что вы сегодня услышите, вы услышите и тот негативный опыт, который может произойти и возможно в дальнейшем вам это упростит выступление, участие и так далее. Итак, когда вас заявляют, побеждаете региональный, допустим, сначала этап Республики Акасия, как правило у нас он идет виртуальный, назовем, потому что вы готовите свои материалы дистанционно, так называем, но по сути виртуально, то есть вы готовите какое-то видео, картинку. Если вам интересно, вы можете посмотреть мою программу, она выставлена у меня на YouTube-канале, у меня есть свой YouTube-канал, называется Вячеслав Гончаров, и первое закрепленное видео для вас как раз педагоги, можете посмотреть, с чем я шел на республиканский конкурс. И если вы перемотаете мои ролики на полтора года, то у вас будет возможность очень хорошая, чтобы увидеть, как проходил Всероссийский конкурс учителя здоровья, вот именно Всероссийский, да, Челябинский, который был, вы сможете посмотреть, как это все происходило изнутри. Где проходило, что проходило, как проходило, в конечном итоге закончилось это все шикарным банкетом, и вы тоже можете посмотреть на это. Также я вам сразу скажу, что победители-призеры республиканского этапа получают денежные вознаграждения, за Россию в том числе, но есть один нюанс, об этом не говорят, и многие даже об этом не знают, не особо радуйтесь, вы еще заплатите с этого налог. И налог по законодательству идет до 30%, поэтому это там сильно подпрыгивать не надо, суммы небольшие. Для разнообразия скажу, что в дальнейшем вы особо не удивлялись, когда вы попадете на российский этап, и вы будете общаться с коллегами-педагогами с разных городов, особенно Москва, Питер, Новосибирск, большие города. Когда тебе задают вопрос, сколько ты получил премию, допустим, 20 тысяч мне дали за первое место в Хакасии, ну а во сколько? У нас, допустим, 850 тысяч, и ты так понимаешь, ну да, понятно, почему люди приезжают туда на презентацию на Россию со своими музыкальными коллективами, чуть ли не с Филиппом Киркоровым под мышкой, когда у них просто элементарно есть финансирование. Опять же, есть большой минус и недочет того, что наша республика, да, Министерство образования в Хакасии не отправляет на такие конкурсы, не только учитель, там, года учитель, здоровье и так далее, их много различных конкурсов, не отправляют организаторов этих, я имею в виду, кто проводит у нас этапы, не отправляют директоров, заместителей на эти этапы, потому что с других регионов, в том числе Москва, Питер, они обязательно это делают, у них целый консилиум едет. И эти люди, они все в теме, то есть они понимают, о чем суть, они понимают, что необходимо, что надо, что не надо. Я надеюсь, меня увидят и услышат сегодня те люди, кто должен это услышать и узнать, поэтому обязательно нужно ездить, это огромнейший опыт. То есть вы можете записать себя там так, в историю, да, но у меня не получилось особо себя вписать в историю по той простой причине, что непонятно по какой причине, Москва говорит, что виновата Министерство образования и Суприха Кассия, и Суприха Кассия при мне отправляла, да, Татьяна Михайловна, при мне отправляла все заявки, я лично видел, что, да, меня заявили. Ну, в конечном итоге получилось так, что по приезду в Челябинск меня не было ни в каких базах, и, соответственно, ту заявку, которую делал на предоставление определенного спортинвентаря, там, одежды и так далее, а это вы можете, кстати, сделать, кто не знает, по своей программе. Ну, получилось так, что на меня ничего не было готово, в том числе есть такая вот, интересная такая брошюрка, где в дальнейшем также будет, скорее всего, ваша фотография, если вы попадете туда, где будет. Здесь меня, к сожалению, нету. Также там видео-презентация какая-то, где меня также не было, где, опять же, я расстраивался, но это все лирика, минусы, да, такие небольшие. К сожалению, такое может произойти, и я бы хотел, чтобы вы были готовы и к этому, потому что у нас 21 век, он цифровой, и, к сожалению, вот, передо мной тоже участник, к сожалению, были какие-то заминки цифровые, точно может случиться все, что угодно. Но ехать в любом случае нужно, и, насколько я знаю, что за прошлый год, не было возможности провести Россию в связи с пандемией, да, в этом году, насколько знаю, будет конкурс за 21 год, и двойной поедут, получается, поедут два победителя за 20 и за 21 год, да, я не знаю, конечно, как они там это будут проводить, мне даже интересно, хотелось бы посмотреть. Но, опять же, напомню, если вы заинтересованы увидеть мою презентацию и то, как это вообще проходит, потому что, когда я поехал, мне там так вкратце набросали, сказали, ну, то-то, то-то примерно, когда я приехал туда, я понял, что все то, что мне здесь рассказывали и показывали, это не соответствует 100% действительности. Когда я готовил свою презентацию, у вас первый день будет презентация именно вашей программы, такая общая, да, презентация самого себя, рекомендуется, наверное, или я, может, уже буду рекомендовать, так как я там был, я это все видел, когда люди выходят в каких-то национальных нарядах или там все, что относится к их виду спорта, потому что выступают различные педагоги в различных предметах, я ездил как тренер по карате, то есть, соответственно, я был в кимоно, и это дает определенные бонусы. Опять же, есть ограничения по времени, и знаете что, когда ту программу, которую мы готовили, да, здесь, я с ней вышел, буквально первый же день передо мной начали выступать ребята, вы тянете жеребьевку, и когда выяснилось, что это еще такое, 16-е что ли выступал, на человеке пятом я понял, что все то, что мы готовили, оно все морально устарело настолько, что с этим даже меня слушать не будут, это было неинтересно и неактуально. Я просто когда вышел туда, так в голове примерно набросал уже, что я на самом деле хотел бы сказать, заявить о себе, и, кстати, за это я получил номинацию «Молодость и талант» в первый день, но опять же, это другая совсем история. Я просто вышел, и вот то, что я готовил, я так пресек, порвал, говорю, я понял, что это все не подходит, давайте начнем сначала. И на самом деле, какие проблемы в большей степени на сегодняшний день интересуют, и, наверное, больше всего привлекут внимание, дадут больше вам оценок, это именно не то, что как сохранять здоровье, умножать, преувеличивать и так далее, а именно основные проблемы рассмотреть, которые у нас в работе происходят, именно в работе с детьми. На сегодняшний день, к сожалению, очень большой процент детей имеют у нас определенные физические, моральные и так далее отклонения. Это проблемы со зрением, проблемы у нас с осанкой, проблемы связанные с экологией и так далее, и так далее, и так далее. И вот именно вот этот вопрос, по крайней мере, на 10-м юбилейном конкурсе учителя здоровья никто не рассматривал, к сожалению, но мне кажется, это будет такая актуальная, интересная тема, потому что что-то подобное я заявил в первый день на презентации, и все довольно-таки с интересом отметили мою работу, задавали очень много вопросов, хотя многие боятся вопросов, вопросы в любом случае будут, но вопросы задавали разные, в конечном итоге, скажем так, была возможность провести диалог именно в повышении уровня квалификации, и вот такие нюансы, к сожалению, никто особо не затрагивает. Первый день насыщенный, там также концертная программа, я почему вам это все рассказываю, ну просто чтобы примерно картинку, хотя бы какая-то картинка была, потому что когда ты едешь куда-то в большой город на всероссийские конкурсы, у тебя нет представления, самое интересное, когда набираешь в интернете там всероссийский конкурс, там учитель здоровья, да, России, очень мало информации, когда я готовился, я буквально нашел там одно-два видео из-за кулис, и скажем так, у меня картинки вообще никакой по сути не было, но, говорю еще раз, если вы пройдете на YouTube, на мой канал Вячеслав Гончаров, вы можете как раз это все увидеть изнутри, и у вас будет более яркая картинка, вы будете понимать на самом деле вообще, к чему идти и что вас ожидает. Хотела, конечно, сегодня рассказать про весь негатив, я не буду этого делать, я все-таки, наверное, ацентирую свое внимание на том опыте, который я получил. Да, были, конечно, неприятные моменты, основной из них это тот факт, что когда начали разбираться, почему потерян на меня документ, их вообще не было, соответственно, ту программу, которую я готовил, я не мог ее предоставить в полном объеме, и в конечном итоге приняли решение, что я буду идти в неконкурсной программе. Но именно за тот момент, что я не сдался, я мог бы просто сказать, ну, нет, так нет, уйти в зрителей, и меня это не устраивало, и, собственно говоря, не для этого туда поехал, поехал, вот не более поездка была сложная в плане финансирования, мне с первого же дня сказали, что денег нет, но вы держитесь, это не шутка. Я ехал за свои средства, потом в дальнейшем мне директор школы моей, да, Алисия Николаевна, добавку делала, ну, как премиальное к зарплате, ну, в конечном итоге я с них еще и налоги заплатил, но это тоже опять другая история. Еще такой момент был, соответственно, так как меня не заявляли официально через Министерство образования, моя заявка была потеряна, я, соответственно, не попал в гостиничный холл, да, в котором все это проводилось, мероприятие, а проводилось все там не просто так, там также были различные семинары, форумы и так далее, я был вынужден снять, ну, в другом месте квартиру, потому что меня просто физически туда не пустили, и, соответственно, большую часть, скажем так, я не имел возможности получить опыт, увидеть, узнать, пообщаться и так далее на другом уровне. К сожалению, к сожалению, у меня этой возможности не было, по техническим назовем это причинам. Но, в принципе, говорю при всем при этом, на второй день, когда проходит основной конкурс, и есть еще вообще три дня проходит этот конкурс, на третий день идет самое интересное, начинаются, получается, все российские, всячески разные, причем приезжает профессора не только из России, это Москва, Питер, это Белоруссия, Украина, ближние зарубежья, в том числе позапрошлом году, получается, были профессора в этой области из Германии, Франции, и вы будете иметь возможность попасть на такие как раз форумы. У меня есть такой сертификат, где я прошел также обучение. К сожалению, не получается попасть на всех, потому что много участников, много желающих, и они проходят в разных, даже в том числе в разных участках города. То есть такое небольшое неудобство, но у вас, опять же, есть возможность получить эти знания. Я скажу так, что после этого дополнительного обучения, после такого опыта, потому что выступало более 70 коллег, которые предоставляли свои программы, и от каждого ты что-то берешь. Один из минусов 2019 года был тот, что отменили, скажем так, разрешение на посещение презентации. То есть если раньше, допустим, мог любой участник, представляющий свою программу, и все другие коллеги могли присутствовать на данном уроке, какие-то делать записи и так далее. То есть в 2020 году, к сожалению, отменили, хотя мы, как педагоги, также выразили свой протест. Надеюсь, что те, кто поедут уже в этом году, у них этого не будет конфуза, и будет возможность получить максимальное знание, потому что, я говорю, на самом деле это шикарный опыт. И я честно скажу, здесь такой опыт вы не получите. И такой, по сути, это не только всероссийский уровень, это уже, по сути, международный уровень, где получаешь знания совсем другого, другой категории, другого уровня. И я все-таки еще раз скажу, что обязательно, обязательно старайтесь постоянно повышать свой уровень, повышать свою квалификацию, старайтесь участвовать в любых конкурсах. У нас очень много конкурсов проводят, не только они всероссийские есть, они проводят и региональные, и открытые региональные, и их очень много. Просто наберите, какие есть конкурсы для учителей, педагогов топ-образования. Большущее множество, тем более последний год в связи с пандемией, сейчас все это цифровизовали, да, и намного проще, можно никуда не ездить и участвовать, обмениваться опытом. В общем, еще раз предлагаю, говорю, посмотреть у меня на YouTube-канале Вячеслав Гончаров. Наверное, я на сегодня закончу. Совершенствуйте себя. Вопросы, я не знаю, вопросы так, а здесь что-то, наверное... Так, 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 добрый день. Так, Центек, так, так, ну, это последнее, да, все? Так, вот, кстати, вопрос. Участвовать могут только учителя? Нету, я как учитель, педагог топ-образования участвовал. То есть, пожалуйста, можете участвовать. Ну, вот вопросов мало. Ну, может, позже подключились. Да, да, да. В общем, участвуйте обязательно, не бойтесь, не стесняйтесь никого. У вас будут дипломы, которые в дальнейшем, кстати, вот эти дипломы, сертификаты мне помогли аттестоваться, повысить свою категорию. Допустим, за вот этот диплом у вас идет сразу целый балл для аттестации. А это, поверьте, очень хорошее подспорье, то есть я аттестовался, по сути, налегке. Ну, в общем... Это не мероприятие. Да, 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 да. В общем, всем удачи. Самое важное, самое важное забыл. Если вы сами не будете заниматься спортом, если вы сами не будете подавать личный пример и только на словах рассказывать, как это все замечательно, никто вас не будет слушать, никто с вами не будет разговаривать. Если будет сразу видно. Да, 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 да. Поэтому вот мне 40 лет, и я вот такой молодой и красивый, чего и вам желаю. Всем хорошего, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok